И так, вот мы и познакомились с Beauty and the Beast, боссами MGS4. Пока что, дабы не спойлерить, я ничего о них рассказывать не буду. Все узнаете попозже, кто это такие, что с ними такое, что они ведут себя как, не знаю, пациенты клиники для душевно больных. Почему на них скафандры, которые похожи на каких-то животных, при этом эти самые скафандры биомеханические работают по той же технологии, что и гека и те летающие птички. Приоритетную задачу я помню, нам нужно найти ладерь Ликвида, до которого мы уже практически добрались. Осталось лишь чуть-чуть пройти вверх по улице, желательно не выдав себя. Решил, что довольно уже много крови пролил, поэтому воспользуюсь транквилизаторным пистолетом. Хватит уже проливать кровь бедных солдат ЧВК, они все-таки не виноваты, что они такие злые. Нет, ну на самом деле они следуют приказам и может быть сами лично ничего не хотят, но система Sons of the Patriots их контролирует, поэтому они наши враги. Либо мы их, либо они нас. Как же получается, что солдат контролируют? Это очень интересный вопрос, хотел бы ответить на него, к тому же меня часто спрашивают про нано-машины, что же это такие за нано-машины. Сейчас объясню. Пациентам вводят в вену 50-миллилитровый шприц с белой жидкостью. В этой жидкости как раз и находятся нано-машины. Человеческому глазу они не видны, поэтому они с приставкой нано, то есть наноскопические. Через кровеносные сосуды они проникают во все конечности тела. И человека могут мониторить и контролировать со стороны. Тема нано-машин открылась еще в самой первой Metal Gear Solid. Правда тогда толком о них ничего не рассказывали. Нужно иметь как минимум научную степень, чтобы понять их функционал. Я лишь вам рассказал поверхностно. Эти нано-машины нужны для мониторинга солдат. То есть со стороны за солдатами следят, как рассказывала Мэрилл, за давлением, за уровнем сахара в крови, за всем. И могут отдавать им такие вот приказы. Например идет войско, приказ встать, они все встают. Конечно такое еще мир изобрели. И вообще эта тема была популярна в 90-х годах. Сейчас все сошло на нет. Но разработки в этом направлении ведутся. Пускай нам с вами об этом ничего не рассказывают. Но поверьте мне, такое вполне реально. Ну может не в ближайшем будущем, но в далеком точно. Но не поймите меня неправильно. Нано-машины уже существуют. Но они не такие совершенные, как представлены в великой игре Metal Gear Solid 4. Да и вообще во всей серии MGS. Так что теперь небольшое представление о нано-машинах вы имеете. Больше не спрашивайте, меня замучили уже, ей-богу. Вот это помещение я, кстати, вижу в первый раз. Сейчас мы его обследуем. Я вижу тут шкафчики. Сейчас полазим по шкафчикам. Надеюсь сюрпризов там не будет в виде растяжки. Окей, что там в тех шкафчиках? Это же любит Кодзима шкафчики с MGS2. Он постоянно вставляет, блин. Зачем только? Это же получается отдельный элемент геймплея. Где-то и в шкафчиках можно найти что-то полезное, либо спрятаться в них. Ну, например, если бы мы сейчас подняли тревогу, то мы бы могли там спрятаться. Вот, кстати, моя любимая высокая трава на стадии по MGS3. Когда ложишься в октокамо в эту траву, то октокамо принимает довольно-таки прикольную расцветку камуфляжа. Вообще, я поражаюсь девелоперам из Кодзима Productions. Как они вообще смогли реализовать, что костюм вообще с любой поверхностью сливается и принимает его текстуру. Это же очень сложно и очень много времени нужно было потратить. Так, вот сейчас я поймал солдата, сейчас я его обыщу. Такая фишка, как в MGS3, уже не прокатывает. То есть наводишь два пистолета к лицу и нифига, он не танцует. Из него ничего не выпадывает, поэтому придется нам, наверное, самим его обыскать. Да, нажимаем треугольник и вот таким образом Снэйк обыскивает солдата. Это, кстати, более реалистично. Мы могли, кстати, ему свернуть причинное место и он бы просто в стонах упал. Но я попробую с ним что-нибудь еще сотворить. Так, треугольник. Что такое треугольник? Допросить. Оуу, черт, я его убил. Чувак, извини, я не хотел тебя убивать. Жалко, что она на машины не лечит на лету, то есть не восстанавливает порезанные артерии. Ну, тут они тоже не совсем совершенны. Но в нашем мире хотя бы до таких дорасти. Так, сюда, как я понимаю, зайти нельзя. Да, тут ничего полезного. И вот мы, собственно, попадаем в ладерь Ликвида. Тут полным-полно солдат. Боюсь, я тут, наверное, все-таки подниму тревогу. Почему-то всегда на этом месте у меня тревога поднимается. Вижу там чувачок, сейчас я его попробую снять. Если зажать прицел и... Лежа двигать стик право-влево, то с ней будет вот так вот интересно передвигаться. Руки вверх. Так, оружие уже с него сняли. Так, что ж с тобой можно сделать-то? Блин, надо было мануал посмотреть, потому что с ней как-то может его опрокинуть и допросить. Ну, что же это такое? Я вроде помнил, как это. Крестик вниз, влево. Блин. Блин, 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 блин. Да, в принципе, так-то пофиг. С чего он все равно вам не скажет, скажет, что у Ликвид поблизости больше ничего интересного. Так, попробуем его обыскать. Что-то интересненькое у него по-любому есть. Нет, ничего интересненького нету. Ну, значит, сломаем ему прочинное место. И вот из него что-то выпало. Так что, иногда, как это бы смешно не звучало, членовредительство полезно. Слушай, я там кто-то меня заметил. Как же он меня вообще заметил? Ну, тут я вам говорил, что много солдат, и нужно действовать аккуратно. А, вон еще на вышке один чувачок. Попробую сейчас его снять вот отсюда. Так, получай. Спать, говорю. Мы, кстати, на эту вышку не сможем забраться. Так что там целый ствол будет валяться, и нам его не продать. Дребину печально немножко. Это, кстати, дорогие друзья, последняя Ближневосточная локация. Так что можете уже потихонечку прощаться с первым актом. Печально, на самом деле, он был довольно интересным. И, наверное, этот акт самый необычный для серии Metal Gear Solid. Нестандартный сеттинг для Кодзима, скажу я вам. Так, чувак, попробую тебя опрокинуть. Как же это делается? Как же это делается? Стик нужно было зажать влево. Короче, не получается. Ну, зато вот что я умею. Взять его в заложники. То есть врага. И прикрываться им. Как крутой герой боевиков просто. Так, 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 кто-то меня заметил. Так, этого сейчас я быстренько вырублю. Спать, спать, спать. Все, он вырубился. Или нет? Вот, все, вырубился. Где этот чувак-то? Ага, вон он ходит. Ах, ты подлючая сволочь. Как же мне тебя обойти? О-о-о. Так, принял текстуру этого контейнера. Возможно, сейчас буду меня заметить. Блин! Черт подери, я уж обрадовался, думал, пройду эту локацию без поднятия тревоги. Что бы с тобой сделать, блин? Если честно, хочется тебя просто замочить. За то, что ты меня спалил, негодяй. Кстати, иногда во время обыска солдаты могут засмеяться, мол, пощекотно. Такое на самом деле может быть. И вот я нашел глушитель для пистолета-оператор. Полезная штука. Более чем полезная штука, даже так скажу. Но опять же, с наличием магазина Дребина не особо-то я и радуюсь этой находке. Но вот в МГС-3, когда находишь какой-нибудь глушитель для М-ки или там для пистолета, просто безумно радуешься. Тут такого нет из-за магазина Дребина. Ну что ж, все, больше ничего интересного тут нет. Покидая эту локацию, вы смотрите в следующей части длинный ролик. С вами был Риджит, всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова